Хочешь получить под завязку золото или крутой премиум танк себе на аккаунт за 149 рублей? Твоя интуиция знает, в каком из пяти контейнеров лежит самый лучший приз. Испытай себя на VODKIT.RU. Ссылка в описании. В этом видео разогревается немного голды. Для участия нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать свой ID вконтакте под этим видео в комментариях. Ну и если нету ID, просто ник игровой. Также досмотри видео до конца. В зависимости от просмотров будет разыграно от 1 до 3 призов голдовых. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о том, будет ли защитник продаваться на 23 февраля. Дело в том, что очень многие мне в последнее время задают этот вопрос. Стоит ли ждать защитника на 23 февраля? Это у нас день защитника отечества, праздник великий. И, в общем-то, обычно Wargaming именно продают защитника в этот день. Но в прошлом году было именно так. Но будут ли его продавать в нынешний праздник? Есть небольшая вероятность. У меня, к сожалению, нету, в общем-то, 100% гарантии вам, что его будут продавать. Но вероятность есть, потому что защитника продавали и в прошлый праздник. Да и уже, так скажем, разработчики достаточно понагнетали атмосферу. И теперь очень большой спрос на защитника. И как раз его самое время выкатывать, чтобы снимать все сливки, чтобы его максимум людей купило. А потом просто опять долгое время его не продавать. Но также стоит отметить, что Wargaming сейчас пытается всеми силами сделать из защитника новую суперредкую имбу. Потому что Ти-59 старая имба ушла на пенсию. То есть сейчас Ти-59 уже потерял свою вот эту вот имбовость короля льготных премиум танков. И теперь люди не особо хотят Ти-59, даже если его там вывезти на продажу. Да, его многие купят, но сейчас гораздо больше многие хотят защитника. Он стал каким-то, я не знаю, сверх популярным и желанным. Я, кстати, не понимаю почему. Да, защитник хороший танк, но я не считаю его лучшим. И не считаю его во всех ситуациях самым крутым, что он везде в любом бою вывозит. Этот танк, он, например, на открытых картах, ну, не очень хорошо играет. Потому что там с его обзором, с его косой пушкой играется, ну, довольно-таки себе плохо. Но танк из тяжелых, один из лучших, это точно, среди премиумных. Очень даже хороший агрегат. То есть понятно, почему его многие хотят, потому что играть на нем интересно. Он действительно танкует, он действительно наносит много урона. Но, тем не менее, он прям не жесткая имба, ну, вот, чтобы такая вот, которая вообще все выносит. То есть десяток он не выносит, нифига, это факт. Только если каких-то раковых. Ну, и, в общем-то, будет ли защитник на 23 февраля? На мой взгляд, вероятность очень маленькая. Я уже делал об этом видео, но почему-то, я не знаю, то ли его мало людей посмотрело, то ли многие не восприняли эту информацию. Но я уже говорил, что вероятность маленькая того, что защитник будет на 23 февраля. Потому что разработчики пытаются сделать из этого танка новую суперредкую имбу, которую нигде не достать. А это можно сделать только при условии, если вообще его не продавать очень долгое время. И при этом, там, чтобы была маленькая такая возможность получить защитника в каких-то специальных акциях или подарочных изданиях. Там, например, если вы, там, в Бургер Кинге что-то там будете покупать. Я не знаю, есть ли это акция сейчас или нет, но раньше была, можно было с какой-то маленькой вероятностью получить защитника. Также в подарочных вот этих реальных наборах можно купить набор этот и получить возможность купить защитника. То есть не то, что там бонус-код в этом подарочном наборе будет, где там всякие кружки, там, наклейки и так далее. А просто вам дадут его в аренду с возможностью выкупа. Ну, то есть это все вам обойдется в 5-6 тысяч. И то есть сейчас этих наборов практически и нигде не достать. Вроде как разработчики этих наборов заявили, что уже новую партию готовят. Ну и варгейминг, я думаю, на этом неплохо так зарабатывает. Потому что гораздо выгоднее сделать из танка прям супер какую-то редкую, крутую имбу. И потом как-то его там из-под полы продавать кромешными какими-то специальными способами. Не через премиум магазин, а как-нибудь там через подарочные наборы. Или еще как-то привлекать народ этим танкам. Но лично, на мой взгляд, конечно же, защитника рано или поздно будут продавать. Потому что, во-первых, разработчики не заявляли о том, что они вообще его не будут продавать. Они говорили о том, что мы как бы не хотим, чтобы этот танк был практически у всех. Чтобы его можно было легко купить и чтобы он распространился по рандому. Но при этом они не говорили, что вообще его не будут продавать. Конечно же, рано или поздно настанет такой денек, когда они захотят подзаработать на этом много денег. И, возможно, это как раз день 23 февраля. Но я лично считаю, что на 23 февраля вряд ли будут продавать. Но, тем не менее, если вам прям, я не знаю, хочется купить этот танк любым способом. То есть, вы прям очень этого хотите. То, возможно, стоит сохранить деньги и дождаться 23 февраля. В принципе, ждать-то осталось не особо долго. Дней 18. И, возможно, вы заполучите свой имбо-танк. Прям желанный. Только потом не разочаровывайтесь, если он вам не так сильно понравится, как вы представляли себе в своих фантазиях. Ну и к тому же не разочаровывайтесь, если его вообще продавать не будут. Потому что я заявлял уже в прошлом видео и продолжаю заявлять, что вероятность продаж защитника на 23 февраля очень маленькая. У меня есть на это свои причины. Я не буду говорить их. Не хочу, так скажем, свои информативные источники полить. Но вероятность очень маленькая. И я бы не советовал прям 100% его ждать. Можете подождать так с как бы пометкой, что может быть выйдет, а может быть и не выйдет в продажу. Ну, а в принципе, есть и другие хорошие премиум танки, которые не хуже защитника. Та же китайская ПТ-САУ, на мой взгляд, ну не намного хуже защитника. А может быть где-то даже и лучше. Ну, среди тяжей, конечно, защитник крут. Спасибо, друзья, за просмотр. Желаю вам удачи. Пока.